уважаемые подписчики и зрители моего канала с вами я Георгий Славянко и вы на канале сделал сам делись с народом ну что голые ворота вы видели в других роликах я снимал там как делал калитку как козырек вот это делал а это я решил их утеплить то есть я взял вот этот пенополистирол он плотный ну трехсантиметровый не стала брать четырех а то он здесь торчал бы конечно хотя может быть бы и нормально было бы еще сантиметры было бы нормально но я думаю что достаточно все равно гаража мне будет поскольку поскольку зимой теплый а там в конце гаражу себе поставлю пушку тепловую и буду греться а как делать вот я просто рассказываю я взял рейки даже старые рейки установил закрепил посредине все таки я сделал одну хотя нам идти даром здесь не нужно ну сделал на всякий случай что возможно если я буду не обвивать ну закрывать металлизированным пленкой то чтобы она была прикреплена и посредине ну а так как видите вот таким макаром сложно здесь ничего нету но я просто делюсь рассказываю как я делаю я вам не учу вас а просто рассказываю как я делаю возможно кому-то будет интересно и возьмет мой опыт на вооружение ну это так но закончим уже посмотрю если за сделаю металлизированной этой как он называется уже забыл как но не пенопластка это как сейчас покажу сначала а а вот на этой стороне как видите ну тут еще как говорится в начальном виде вот я закрываю пену купил вот такой не реклама не знаю хорошая плохая но вот такая пена от минус 10 от 100 от минус 10 до плюс 30 на улице сейчас где-то градуса 20 поэтому вполне нормально но когда закрою все я вам покажу так потратил пол дня и зашил надо еще будет обрезать конечно нету нужно до конца не сделал потому что я еще там думаю какие-нибудь запоры сделать ну пока что думаю варить надо будет об этом снимать ну а так как то хорошо плохо но что-то получилось попшить вот такой штуковина думаю нормально продающую цену не знаю какая можно конечно успе 23 дсп ну дсп вот это тяжело можно этим как его dvp но dvp она влага упитывает очень сильно нужно вагонкой но тоже очень дорого сейчас что-то цены на все поперли вверх поэтому возможно это будет самый оптимальный вариант пока посмотрю ну факт том что я с вами делюсь рассказываю свои взгляды ну а вам уже самим принимать решение как это делать ну конечно если зашивать вагонка не обязательно покупать вот такую дорогую пенополистирол или как он там называется ну процент не самый дорогой вопросов купить его каменный пенопласт приклеить и спокойно будет а это можно даже и не клеить можно взять купить наверно краску посмотрю может быть какой-то акриловые чтобы не растворяла пенопласт и можно будет закрыть закрасить до лучших времен а там уже как пойдет как карта ляжет утепли ворота конечно можно было сюда резинку наклеить но не очень-то классно сделан сами ворота поэтому тут в одной стороны тоньше с другой стороны толще с этой стороны вообще щель маленькая с той стороны щеля громадная поэтому я просто можно сказать попробовал запенить и посмотреть что получится ну а чтобы не прилепла не прилипла пена косяку металлу взял стричь пленку натянул по периметру вот так малярным скотчем ноги малярным девыкновенным скотчем закрепил ну а теперь приехал и посмотрю сейчас обрежу и посмотрю как оно все это получится и поделись вами еще не знаю но посредине видите какая щель здесь наверно какой-то надо будет резинка потому что пену что-то я посредине не хочу не нравится мне чтобы еще здесь была пена так что кому интересно можете посмотреть как получится и думаю что во всяком случае делали я так делал проданючая соседу меня по гаражу на старом местожительстве делаю вполне реально все это держалась и защищала от внешнего воздействия холода на гараж так что смотрим стричь пленку я все-таки пропустил эти и наружу вывел ну чтобы не приклеилась вот так вот ну там чуть-чуть конечно вылезла сейчас посмотрим еще не открывал сейчас открою и посмотрим что оно получилось вот так ну а так обрезал вот так что получилось мы теперь будем открывать так все открыл вот видите спокойно все открылось и ничего кстати не прилипло эту сторону часы снова сниму так приклеилось хорошо ну стричь пленку надо будет только снять вот это тоже надо будет что я вам сказать это кстати намного лучше ай блин ну не до конца ну ничего там конца пена чуть осталось поэтому я сейчас допеню здесь еще но это уже кстати допенить надо и закрыть а та сторона а эта сторона хорошо пропенилась вверх не очень здесь конечно косячок ну ладно сейчас я пропеню и скотч пока не оторвался стричь пленка точнее и закрою и так и стричь пленка снимается очень даже хорошо хорошо вот так вот там снизу хреновенько надо более это не стричь пленка это уже сама пена такая более плотно набивает меня первый раз поэтому здрасьте такая ерунда и получилось не совсем удачно сказать что нормально вот так ну честно говоря я не надеюсь что и так получится но получилось так сейчас здесь как видите надо было ну здесь щель поменьше поэтому надо было все таки поплотнее набивать а я что то так век живи век учись дураком помрешь дело не в этом конечно не в том что я вам рассказываю что более плотнее надо и чуть-чуть надо было приоткрыть пропенить а потом прижать они прижатыми точно так же как и там надо было пропенить а потом прижать а я пенил запенил когда уже было прижата поэтому получилось так как получилось ну что сейчас закрою посмотрю как оно будет реально и вам покажу ну что вот так получилось конечно ну а что хотели то что полу всяком случае не светится если здесь светится то она светится а так как здесь нету щели поэтому здесь и хорошо получилось ну и смотрим теперь эту сторону там где пропуск мой получился но снизу немножечко надо будет тоже чем нибудь таким заизолировать но в целом хорошо ну конечно это не на века может быть на зиму и и хватит но по весне я вам уже покажу реально как она перезимует зиму мое это уплотнение но это буду заканчивать кому полезного информации ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал до новых встреч я еще расскажу как я оборудовал свой гараж здесь покажу бардак но как я оборудовал гараж что я сделал ну и поделюсь с вами надо чуть попозже будет пока надо порядок нависеть потом уже умничать и рассказывать вам